приветствую вас дорогие друзья меня зовут данил моя сушка продолжается вот подходит к концу 10 неделя жир уходит с момента с начала моей сушки вот на сегодняшний день мне удалось слить 15 килограмм как вы поняли за 10 недель я слил 15 килограмм жира но это еще не конец я продолжаю сушиться и буду это делать до тех пор пока мой результат меня не удовлетворит я не ставлю никаких временных ограничений так как у меня нет какого-то определенного опыта в плане жиросжигания это делаю вот второй раз в жизни пытаюсь сжечь подкожный жир и до конца еще полностью не понял сколько мне нужно времени для того чтобы конкретно основательно просушить свое тело и так ребят но речь не о том тема будет себя другая это будет ответ на вопрос подписчиков уже не один человек задает мне подобный вопрос а вопрос звучит примерно так у меня нет возможности тренироваться потому что абонемент фитнес-клуб довольно дорогой ну и дальше бла-бла-бла как мне выйти из этой ситуации чем мне можно заменить тренажерный зал и тому подобное ну во первых лично я не в какой тренажерный зал или фитнес-клуб не хожу да вы скажете у меня дома есть какое-то оборудование штанга гантели шведская стенка там гири и тому подобное но меня принципе устраивается то оборудование которое есть у меня дома я скажем так абсолютно не ограничен своих тренировочных действиях но чтобы делал я если бы у меня не было возможности там материальные возможности посещают тренажерный зал я вам отвечу мне была такая ситуация буквально в прошлом году 2014 год летом меня и мою семью скажем так судьбинушка загнала в глухую при глухую деревню так уж вышло нам пришлось покинуть дом и скрываться от этой противной войны глухой деревне другой в общем области украины понятное дело что в этой самой деревне у меня не было доступа никакому там тренировочному оборудованию типа штанга гантели либо гири кроме того данной конкретной деревне нет никаких спортзалов никаких там конечно же фитнес центров самое удивительно я даже не обнаружил там спортивную площадку где бы были турник и брусья но я как человек который просто фанатично любит тренироваться для меня кстати важнее процесс а не результат не ну очень люблю тренироваться не пофиг как железом или на турник с брусьями меня не остановил тот факт что как бы как бы нет оборудования для тренировки но ребята у нас есть наше тело руки ноги и светлый ум с помощью которого мы и будем тренировать те самые руки ноги и тому подобное я убежден в том что если вы здоровый крепкий разумный человек то никакое отсутствие оборудования не остановит вас если вы хотите тренироваться в тех условиях я исходил из того что у меня было под рукой а было под рукой у меня следующее во дворе этого самого дома в деревне была качеля которую использовал в качестве турника кроме того там было нацать обычных строительных кирпичей которые связывал веревкой и делал такие вот импровизированные гири так вот друзья из этих самых кирпичей я сооружал различные величины гири с помощью этого вот такого оборудования если можно это так назвать на протяжении двух месяцев я очень даже удачно тренировался это помимо всяких там выпрыгивания отжимания от земли ну различных подтягиваниях на этой самой качели кстати на моем канале есть видео ролики на эту тему где там с кирпичами тренируюсь вы можете где-то тут будет ссылочка можете посмотреть это все друзья по поводу возможности так называемых вот человек хочет заиметь какой-то результат да в наборе массы там возможно в сушке тела но он для этого ничегошеньки не делает он даже вот пальчиком не шевельнет чтобы что-то предпринять для изменения своего тела он будет сетовать на жизнь плакать за что у него нет денег на покупку какого-то там абонемента посмотрите в сети как тренируются инвалиды люди у которых нет рук ног да это единичные случаи но их принципе немало это довольно много таких людей с одним из них я недавно от общался в одноклассниках в личке переписывался с мужичком у которых у которого отсутствуют обе кисти так вот он ищет способы чтобы тренироваться он ищет эти возможности варианты как двигаться вперед не сидеть и не ныть посмотрите на турникменов на пацанов которые тренируются на улице на турникак и брусьях они не ходят фитнес клубы в тренажерные залы да не сделали свой выбор в этом плане их устраивает турник и брусья но и посмотрите каких результатов достигают эти люди некоторые из них получают такое тело тренируясь на турниках и брусьях что многие не могут это самое тело раскачать даже при наличии штанг и различных навороченных тренажеров желание друзья главное желание реальное желание тренироваться не желание иметь сразу какой-то результат а главное любить тренировочный процесс я вам точно скажу будет у меня возможность будущем тренироваться с железом либо не будет у меня есть мое тело я буду его тренировать в тех условиях которых я окажу буду отжиматься подтягиваться до усерва бегать прыгать как сумасшедший ну просто я это люблю для меня это как поесть или попить у меня бывают периоды когда я там неделю не потренируюсь с какой-то сопливой болезнью меня уже за этот период просто колбасит это как какой-то невыносимый зуб я не могу почесаться я психовать начинаю мне нужна тренировка а вы рассказываете у вас нет возможности нет желания ребят признайте сами себе что у вас нет желания тренироваться возможность есть всегда если вы здоровый здравомыслящий человек то у вас есть возможность и спрашивать кого-то как вам выйти из какой-то там ситуации непонятной тупиковая для вас но вот вам ответ такой вот нравится вам вам или не нравится ведь все вы сидите в интернете а в интернете информации по поводу тренировок со своим телом дальше ну просто завалить кстати в будущем я буду снимать видеоролики на тему тренировок со своим телом буду показывать различные тренировочные программы так что ребят вот вам мой ответ это ответ тем людям которые меня спрашивали на эту тему я не стал отвечать в письменном виде в сообщениях так как всю эмоцию не отразишь и так ребят ну суть я думаю вы поняли да мою мысль и мое отношение к жизни и тренировкам данном случае я продолжаю сушиться я буду вам периодически так вот отчитывался по поводу своей сушки я надеюсь ли если мне ничто не помешает то когда я дойду до удовлетворительного для себя результата в плане сушки я уже окончательно читаюсь перед вами и надеюсь посверкать перед вами своим прослушенным дрищавым телом так как надо признаться все таки превращаюсь потихонечку так называемого дрищугана друзья ну на этом все я надеюсь видео было для кого-то полезным с вами был данил романов я желаю вам друзья только здоровья мирного неба над головой и всем удачи пока